Обеспечение дизельным топливом арктического поселка сегодня обсудили на рабочем совещании в собрании депутатов Ненецкого округа. Как сообщил глава Заполярного района Алексей Михеев, подтвержденные остатки дизельного топлива в Севержилкомсервисе составляют 188 тонн и еще 14 тонн ракетного топлива. Этого объема, по словам главы района, хватит до третьей декады мая, а с учетом потепления на больший срок. Расход сегодня 3 тонны. По прогнозу посмотрели, до 20-го где-то будет минус 15, потом в плюс уходит. Думаю, что расходы будут уменьшаться. 3 тонны, 202 делим на 3, получаем количество дней, на которые физически сегодня там действительно есть топлив. Ну, посчитайте сами, да? 67. По словам Алексея Михеева, Севержилкомсервис намерен осуществить дополнительный завоз топлива порядка 160-180 тонн. Его планируют начать в воскресенье. Глава Заполярного района также отметил, что предприятие, проанализировав деятельность предшественника Амдермосервис, объем закупки топлива у которого в течение 2016 и 2017 годов составлял 1300 тонн, закупил на этот сезон 1400 тонн топлива, 1250 дизельного и 150 ракетного. Есть у меня вопросы, конечно, к тем остаткам, которые должны были быть и которые сегодня физически подтверждены. Разбираться будем, если там есть что-то, да, соответствующие органы однозначно, в первую очередь, будут уведомлены. И я крайне заинтересован, чтобы разобрались по данным, там должно быть больше остатков, чем физически сейчас подтверждены. По итогам совещания принято решение оценить запасы топлива на месте. Как отметил спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, этот разговор получит продолжение по итогам поездки в поселок, когда специалисты воочию убедятся в существовании или отсутствии проблемы. Северный завоз и все, что связано с отоплением сел, это вопрос жизненно важный и поэтому требует нашего первостепенного внимания, резюмировал председатель окружного собрания депутатов. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север».